Доброе утро, друзья! Начинаю съёмку очередного фильма. Если я вам скажу, что это фильм примерно 2800 какой-то, в это сложно поверить. Но, тем не менее, всё это есть в Ютубе и в Яндексе. Сейчас у меня какая-то камера в этом фотоаппарате направлена на полупитомник, полуматочный сад. Видите, как постепенно маточный сад вытесняет питомник отсюда. Ещё есть саженцы на продажу, но уже большая часть захвачена. А потом вон там, где видите розовую крышу, там несколько соток питомников, туда переехал питомник целиком. И там тоже уже есть маточные деревья, и тоже вытесняют питомник. Дальше вытеснять его некуда. Почему? Потому что в стране земля нет. Сергея Шушенске послали, сказали, участвуйте в этих самых, как её называется, аукционах, или по-русски говоря, гоните монету. Лучший питомник России по качеству плодов, по качеству саженцев никому не нужен. Вот здесь заграды. Видите, вот эти вот деревья. Десять лет назад их не было. Десять лет назад мы сказали, ну что оно пустует, давайте отдайте нам 50 тысяч за сотку. Тогда таких денег не было. Вот этот участок мы прикупили за 500 тысяч. Вот тот, где дом строится, который никогда не будет достроен. еще 500 тысяч. С той стороны дороги 10 соток я купил за миллион. Вот и прозябаем, потому что получается плюс на минус. вот даже вот этот фильм создавая, я с потянутой рукой, каждый такой фильм обходится мне в 200 рублей. Его же надо довести до ума, сделать красивый, добавить музыку. Вот. Ну, 200 рублей не деньги. Бывает так, что их нету. Так что, если кто на мой телефон 200 рублей отправит, ну хотя бы, может 50. 4 по 50 уже 200. Это мой телефон 8 960 776 86 72. Привязан к карте Сбербанка. А мы теперь переходим на вот этот участок. Когда-то вот этот сад абрикосовый, ну тут есть еще кое-что, но сам абрикос, он тоже был 20 лет назад маточным. Нет, я оговорился. Вначале питомником. Через несколько лет самое лучшее деревья вытеснили питомник отсюда. Вот. И теперь мы будем ходить уже по саду, который вышел на пенсию. То есть он уже не маточный. Веток с него мы уже не берем. Некоторые уже загибаются. Посмотрите, как мало листьев. Видите? Еще есть урожаи. Вот они. Но уже и листьев нет. Вот этот помоложе, не помоложе, а получше выглядит. Посмотрите внимательно. Вот. Вот они урожаи. Мы потом эти урожаи будем снимать уже готовыми. Вот часть потеряли мы урожая. Вот он. Смотрите. Видите почему? Были страшные ураганные ветра. И двухмесячная, невиданная для наших краев. У нас всегда считалась насушливая крова Хакасия. Края. Но это было чересчур. И вот они посыпались. Вот. Случилась еще одна беда. Я потерял несколько деревьев. Я не всегда говорю только браурные речи. Вот какой я герой. Посмотрите, какие у меня урожаи. Да, действительно урожаи. Вот. Два дерева рядом. Ну, тут правда солнце мешает. Вот. Каждая ветка вот такая вот. Каждая ветка вот такая вот. Здесь почему чуть пожиже? Потому что это невероятно крупные плоды будут. Они уже сейчас такие. А им еще висеть полтора месяца как минимум. Вот. А может и все два. Зависит будет от погоды. Вот. Еще одно такое дерево. Вот это уже дикарь не дикарь, а сын манчжурца. Они вырастут до средних размеров. Это оккультуренные манчжурцы. Урожаи видите какие? Но я обещал, что это не будет браурное. Вот. Причем здесь взять такую ветку, да, когда она созреет до конца, на ней будет пол ведра. Так вот таких пол ведер здесь будет сотни. Потому что все это вот, все усыпано этими плодами в невероятном количестве. Вот. И вдруг вот одна беда. Я почему говорю? Потому что я менял лошадей на переправе. До поры до времени, видите, вот это вот называется обрезка на кольцо. Вот. Я до поры до времени калечил деревья, не отдавая счет, что калечу. Меня так научили. Прошло время, там где были эти раны, дерево ослабело. Вот. Потеряла, ну, назовем это прочность. И вот сейчас из двух веток, более мощная, она тоже, как эта, была наклонная. Вот. С плодами. Ну, часть уже осыпалась. Но, тем не менее, посмотрите на эти плоды. Вон они, смотрите, видите. Вот. Вон они. Вон они. Ну, они уже, так как оно упало где-то недели две-три назад, они уже не развиваются больше. Они засыхают. А то тоже бы несколько ветер было бы. Хотя это дерево одно из самых, как бы, неурожайных. Но, тем не менее, полюбовались. Еще раз смотрим. Видите, они не были никак сформированы. Принцип такой. Растет, и пусть себе растет. Оправдала ли оно себя? Вот. Да. За все годы, может быть, за 20 лет, ну, 15 лет плодоношения в среднем по 5-10 ведер. Ну, ведер 100-150 оно дало. Причем оно ничем не выдается. У меня есть деревья, которые дают не ведра, а десятки ведер. Ну, посмотрели мы. Какие у нас ветра, сейчас поймете. Кто-то считает, что я в раю живу. Кстати, видите? Сыпятся, 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 сыпятся. Вот. Вот есть деревья, которые меньше сыпятся. Вот. Давайте тут посмотрим. Здесь получше. Вот. Хотя на них плодов немерено. Как их показать-то? Вон они, смотрите, под самым небом. Сейчас покажу. Вон они, под самым небом. Видели, да? Вот. Сейчас огрузом продолжаю. Вот еще кусочек сада. И чуть ли не трагедия. Совсем недавно вот эти огромные, невероятно огромные, это выше пятого этажа, где-то 6-7 этажей, выросли тополя. А знаете, сколько им лет? Вот. Им всего. Вот, кстати, вот это вот. Моя обрезка, особая обрезка. Вот. Убирал деревья некоторые сам. Потому что места нет. Видите? Пустота. Надо было освобождать место от малоценных деревьев. Итак. Какая догадательность, и что нас еще ждет? Вот это все нависло надо мной. И над моим садом. Когда вот это все рухнет, вот это вот, хорошо, что тут никого не будет. Так. А оно рухнет 100%. Сейчас объясню, почему. И рухнет сюда. Знаете, что здесь 20 лет назад не было ни одного тополишки. Вот это невероятная, могучая сила роста. Так. А потом, внимание, это еще ладно. Вот у всех бы так верхушку бы ободрало, а это, оторвало бы. И он бы стал бы менее, дерево бы стало бы, тополь бы стал бы менее опасен. Но нет. Внимание. Грустно об этом говорить. Смотрим сюда. Вот. А этот рухнул. И не просто рухнул. А рухнул на мой участок. Хорошо забор сохранился. Но, тем не менее, это звонок. Это говорит о том, что природа ее не исправишь. У нас редко бывают ураганные ветра. Но в этом году ураганный ветер уже сейчас, по моим прикидкам, ну, ведер 50 уже смел с этих самых плодов абрикосов, которые еще, может быть, со временем эти превратились бы в 100 ветер. Но плодов еще много. И упало плодов, надеюсь, где-то процентов 20. Где-то 30. А в основном сидят себе, ждут созревания. Вот. Ну, конечно, рекорд уже рекорды будут, но скромнее. Ну, показать еще. Я вам еще покажу. Это еще не все проблемы. Вот так выглядит любой манджурский абрикос. Вот примерно такая урожайность. Когда они увеличатся раз в 5, это будет очень выглядеть солидно. И, надеюсь, еще ветки больше падать не будут. Но я еще не все упавшие показал. Сейчас покажу еще. Вот. Сейчас такое время особое. Засуха невероятная. Почему они все не посыпались, понять не могу. Хотите, покажу еще вырожай манджурцев? Вот так похвастаюсь. Пусть пока плохо видно, но тем не менее масштабы увидите. Если это каждая ветка, вот таких веток сотни. Сотни. Посмотрели. Они везде и всюду. Хотите, сюда посмотрим. Хотите, сюда. Вот. Вот это вот амуры. Вот. Ладно. Не хочу, чтобы мне завидовали. Вот. вот это посмотрите внимательно. Видите? Амур непривитый. А почему у него нет, не амур, я уже заговариваюсь. Не привитый, но вот такие вот супружеские пары. Видите? Один привитый, один нет. Теперь начинаем смотреть, что же это такое? Вот. Какое впечатление, что может быть у них биополе вообще? Может быть из-за перепыления. И вдруг невероятно. Ну не может же быть такой уже сейчас вот такого размера. Посмотрите внимательно. Вот сейчас я покажу. Уже сейчас хвастаюсь. Уже сейчас вот такого размера плоды. А представляете, они увеличатся в пять раз. А может и вообще десять раз. Вот они. Давай снова смотрим на ответ. Откуда она? А вот отсюда. Вот. Видели? следов прививки видели? Не видели? Я тоже не вижу. Вот. Но чудеса заключаются в том, что какая-то неведомая сила передает качество от одного дерева к другому. Да, получается некое усреднение. Вот. как это происходит? О, что тут творится? Ой, урожаище то какое! Ой, урожаище то какое! Представляешь, если дальше не будет падать, если дальше не будет ветров ураганных, что тут будет твориться? Не поверите. Сплошные плоды, если только их видно на этом ладно полюбовались теперь мы идем о грустном снова говорим только как постепенно грустно-грустно и вдруг оптимизм сейчас оживался говорить не будем пробовать не будем сало как сало чего пробовать я не могу устоять вот это дерево ему 22 года от момента прививки на нем вот таких веток таких вот это я вас интригую вот таких веток на нем сотни 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 они бесценны когда-то это дерево лет шесть-восемь назад дало урожая 23 ведра нужно догадались это жердель я привез с херсонской области вот и вот таких веток есть такое количество невероятно вот есть проблемы да вот дело в том что плодношение все переходит на конце веток вот смотрите внимательно вот например видите вот когда это созреет вот только что вы видите это уже ведро таких ведер будет здесь я отойду она фактически гигант сейчас я покажу это молодой гигант свой солнце прямо светит видно что нибудь не будет это молодой гигант количество веток неимоверно количество плодов неимоверно но все-таки это должен быть учебный фильм давайте посмотрим на середку видите сколько сухих веток видите середка и далее она сама как бы расщепелилась сама раскрылась его не нужно никаких искусственных обрезок ему не нужно никаких этих дурацких придуманных форм крона типа чаши вот проходит время и середка отсыхает видите это до смерти дерева никогда не дойдет ему еще жить она привита на маньчжурсе единственное что я боюсь я потом возьму доски подставлю потому что я может разломить урожай огромный и вот этой половине вот и на этой на этой ветке и две огромных ветки вот они вот это может спуститься в любую минуту даже не даже не денем минуту еще раз среди средние ветки потеряв возможность общаться с солнцем высыхают намертво видите вот и ничего страшного в этом нет я их не трогаю я их не обрезаю сухая ветка это такая часть дерева как и живая ветка и сколько я показывал листья которые упали они принадлежат дереву запомните раз навсегда раз навсегда эти листья принадлежат дереву сейчас еще хочу уже показать вам завтра вебинар я собрался на вебинаре фотографию сделал и все равно я хотел вам показать червей натуральных червей которых тоже так любят уничтожать ох любят но я здесь уже косил траву не знаю получится сейчас или нет показать вам червей я тут все перемолотил перемолотил и черви ушли вниз потому что косил так найти бы кусочек не тронутой моей бензокосой ну-ка познакомить червями потому что многие даже не знают что в земле черви живут вот они видите вот они смотрите вот это наши главные защитники их задача вот этот червяк еще раз видите я надеюсь видите задача этого червяка вот это переработать вот это и самая большая дурь была совершена 18-19 век когда появилось печатное слово и уже не устное предание а миллионы а если брать все газеты все журналы миллиарды экземпляров по всей планете уничтожьте плодородие почвы не нужна не нужно понимаете и вот это не нужно оказывается вот а здесь у меня пока трава вот я тут немножко не докосил видите вот здоровья не хватило после покоса а я уже опять отвлекся все вебинар вебинар по понедельникам 16 часов вот по московскому времени записывайтесь за объявлений с моей гостевой книги еще во многих местах есть пожалуйста сейчас не нужно закончить этот разговор сейчас я покажу еще дверых лучшие ветки чтобы поняли что не все так просто вот здесь начинается культурные деревья о какие они культурные вот здесь начинаются деревья вот эти вот одно вот вот это дерево вот это смотрите какие на нем плоды уже сейчас глядите внимание внимание друзья полюбуйтесь на эту красоту вот эти вот деревья вот с 100 120 грамм так и они уже красуются где нет не в чужих садах хороших садах хороших людей и уже несколько сотен на таких деревьев вот такие деревья несколько сотен но самое страшное что мои фотографии красуются на сотнях сайтов садовых и вот этот тихий ужас страшный ужас это вселенский обман это невероятный обман мавроди и я мне подозреваю что он его в живых нет именно из-за этого вот серафим упало дерево полностью видеть страшный урожай посмотрите туда вы посмотрите что делается сколько бы еще фотографии я сделал бы вот с этих деревьев и сколько бы их было украдено здесь на каждой ветке по ведру вот они вот они вот посмотрите что случилось пришла пора невозможно спасти это дерево его не то что подпереть не то что как-то его пошевелить невозможно его оно тяжело и невероятно на нем уже сейчас висят десятки килограмм незрелых плодов видите вот да пришла его пора да это случилось вот сейчас покажу как это случилось но это не смертельно почему потому что вы помните папандопола помните его полушутку а говорит забирай себе все деньги еще нарисую вот это дерево будет спилена на месте посажено два понимаете вот интересно что когда рухнула вот эта ветка предыдущая видите предыдущая вот пошел побег вон он снизу я тогда открываю страшную тайну я тогда делал прививки выше вот культурная видели какие плоды там ясно что они будут 50 60 грамм а вот это вот посмотрите видите это подвой манджорис а где он вылез он вылез вот в этом месте значит прививка была вот тут выше она и видно вот тут вот и от этой шутки из шутка это не шутка глупости избавился уже много лет но и дерево-то лет 28-30 понимаете и вот подневольная пенсия дерево рухнула вот а куда деваться посмотрите внимательно пень видели отрезал воду вот эти думаете он не повлиял на вот это везде где пни там внутри уже ничего живого нет через них деревья попадает мороз если кто-то сказал надо было вообще заподлицо еще было бы страшнее и раньше бы упала к сожалению она сейчас держится еще вот смотрите видите держится здесь я еще могу дождаться урожая почему я смотрю на листья листья ну чуть-чуть пожухли но согласитесь когда месяца менять ни капли дождя вот посмотрите по идее она выдержит сейчас вы по идее бы владел бы бензопилой полную бы веток срезать а вторая половина вот эта часть может выкормить вот эта половинка сломанной ветки может выкормить вот или просто махну рукой чего будет то будет еще раз вы любуйтесь как рушится огромный одно из самых старых деревьев вот я уже 30 лет не спиливал вместо не было под молодежь ну вот так получается и еще одну покажу рухнувшую и грустная тема но она оптимистичная понимаете она упала но упала дикого невероятного урожая если бы на ней не было урожая или было несколько ведер здесь ожидался урожая порядка ведер 30 я не преувеличил нет смотрите еще раз смотрите 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 я не преувеличил ведер 30 это на мой взгляд теперь еще увы одна потеря вот да нет хватит короче у меня сломала три мощные ветки 3 тополя не считаю тополь это судьба ну что будем заканчивать этот разговор он в россии но он оптимистичный спаси такую ветку было невозможно рано на ней к типа кольца я делал лет двадцать пять назад аукается до сих пор вот ну что пока все друзья вот потом отдельная тема я только заикнусь они вот здесь вот одна две и вот здесь три ямы которые были размером метра на полтора на полтора которые я год-два кидал все отходы привозил еще с города отходы и у меня выросли вот эти чудеса а почему я говорю я уже говорил об этом сколько можно посмотрите туда на небо есть еще одна тема потому что треугольник составляет две супер груши 30-40 вёдер это же мелочь с каждая и еще вот этот вот самый который даже выше выше их манджурский орех и он совершенно не мешает им плодоносить вот я еще раз говорю все таки скажу ладно потом может быть а тогда знаете можете этот фильм вы не любите длинные фильмы друзья может быть потом вот фильм на 2 части разделен минут по 20 и так манджурский орех вот видите показываю сверху манджурский орех гигант вот он здесь столько сколько я себя помню нашему около 40 лет вот этим уже за 30 его подружки это значит мои груши вот эти две груши никогда не обрезались не брались на черенки по той привычке привык по той причине что на них были эти самые на них были потеряны бирки и они лучше всех в эти годы себя чувствовали не будущее вообще искалечены еще раз показываю на небо это света выше третьего этажа просто всегда в этих на всем как плохо видно почему я говорю ребята у меня есть грядки с грушами с манджурскими орехами всего их наверно выросло с полусотни вот в прошлом году татьяне сановне моей невестке она принимает заказы удалось продать штук шесть по 500 рублей и к и пи самую кажется за 1000 уже скинули до 500 штук 6 продала так далее значит я одно знаю пусть все-таки два фильма ладно ладно запись идет идет а уже моргает но идет моргает смысле зарядка и так чтоб мы имеем мы имеем представим себе что под ней стоит кровать зачем а обладает какими-то особыми даже я бы сказал септически вайте септическими свойствами это слово можете совсем подходящее и так невероятно ценное дерево с лекарственной точки зрения с ценными плодами с ценной мякотью которая под скорлупой и еще много чего ценнейшее лекарство и это допадал а целиком дерево а ну что если под ним кровать поставить это не будет терапия а кто это проверял а почему в санаториях нельзя иметь вот такую олейку из десятка из двух вырастить а под ней допустим эти лавочки а на них шахматы играют а на них дремлют после обеденный сон а кто-то может и ночью а кто-то под ней палатку поставит уснет больной проснется здоровый поняли догоняете ребят вот что должно быть почему если она все настолько лечебное то почему у нее может быть аура плохая почему запах может быть плохой если она якобы какие-то насекомых отгоняет а почему она не отгонит от от вас уже допустим какие-то блазиторные бактерии а поняли да вот это я случайно что он мимо сказал так вот да орехи вот он орех смотрите прошлогодний видите сейчас вот он прошлогодний орех уже здорово сейчас можно посадить прошел естественно сертификацию каждый год видите тут коса прошлась каждый год под косу попадает от пяти до десяти красавчик вот она вот посмотрите вот так вот лежал вот так вот он манжурский орех просто просто косточки выписывал череду продать все не смог то есть выписывали вот саженцы вырастили но это уже не косточка на 30 рублей а саженец допустим 500 уже догоняйте вот вот прям как нарочно взял и вылез потому что еще вчера я его не замечал видите один-второй это наши косточки еще месяц рука не поднимается нащупать косточку она там просто не хочу уже это делать итак подводим итог не ценим и друзья не ценим запись скоро сама становится а я хотел сказать а вот о чем почему я сказал про эти три за за это лет за пять за 6 были заполнены три большие ямы которая называется выгребные а я называю под погребные то есть которая закапывается никогда отсюда ничего не выгребается дело в том что вчера показали жуть дай бог если успею сказать это очень это очень важно и и и и и Продолжение следует...